Так, вторая часть у нас немножко по, я бы сказал, заумнее. Значит, здесь у нас в меню следующее. Немножко расскажу про вот этот статус API-селеноида, еще чуть побольше. Покажу, как отправить вот эти метрики из статуса API в какую-нибудь базу. И построить красивый дешбордик. Все менеджеры любят красивые дешбордики демонстрировать вышестоящему начальству. И дальше коротко расскажу про то, как можно, например, отсылать логи с большого кластера Selenium в LKStack и как можно их потом смотреть. Ну и в конце, наверное, 5-10 минут попробуем оставить еще сессию вопрос-ответ, кто еще додержится и не побежит на обед. Так, ну давайте приступим. Вначале давайте покажу статус API. Я вам покажу его в документации лучше всего, потому что там побольше показано всяких данных. Так. Вот я, когда запускал Selenium, я вам показывал ту самую ручку статус. Она выглядит еще раз, кто не видел первой части, она выглядит таким вот образом. Вот такой вот JSON возвращается, когда запущен Selenium. Ну на самом деле видно, что здесь вот какие-то данные, а их не достает, да? Вот видите, здесь пустые объекты. И на самом деле в этих местах у нас находится информация о запущенных сессиях. Ну, например, как это может выглядеть. Вот у нас есть версия Firefox 46. И дальше, когда вы запускаете тесты, то у вас появляется информация о том, от какого пользователя запущена сессия, ID этой сессии, используется ли там VNC, разрешение экрана, который вы запросили у браузера, ну и много всякой другой информации. И вот эта вся информация, на самом деле, она используется в Serenoid UI. То есть вот все, что вы видели сейчас, отображение всех этих кнопочек в UI, оно напрямую работает вот через это самое API. Когда ваш кластер разрастается, то есть вот Serenoid UI, он был сделан в основном для того, чтобы локально отлаживать тесты. Когда ваш кластер разрастается, там становится больше, например, одного Serenoida, то вы все равно хотите видеть, сколько у вас там браузеров потребляется и так далее. И ровно ту же самую информацию по там количеству, например, общего доступных браузеров, сколько контейнеров поднимается, сколько используется, там сколько в очереди. Вы все это хотели бы видеть в виде графиков. Это гораздо более читабельно, там лучше воспринимается. И для этого к нам довольно часто приходят с этим вопросом, а сделайте нам Serenoid UI для нескольких голов сразу же, чтобы можно было смотреть. Ну на это мы отвечаем обычно такое, что а поднимите-ка лучше себе вот какую-нибудь графану и складывайте метрики туда. И сегодня я хочу показать, как это сделать, потому что много кто спрашивал, но я думаю, что будет полезно. Так, здесь на самом деле долго разбираться с тем, как все это устроено. Давайте я вам покажу слайдик, хоть один сегодня. Опачки, что-то съехало. Еще разочек. Во, получилось. Сейчас мы попробуем поднять вот такую вот конструкцию. Вот у вас есть машинка, ну скорее всего это какой-то сервер, да, вряд ли это ваш ноутбук, на котором установлен Serenoid. И таких машинок у вас много. Мы хотим отправлять метрики в какую-то вторую машинку, в которой установлена база данных специальная для хранения этих метрик. Ну в нашем случае это будет база данных InfluxDB. На самом деле это может быть какой-нибудь графит, кто знает. Ну в общем таких баз специальных для хранения метрик существует довольно много. И мы на эту же машинку поставим мордочку, графану. Кто не знает, что такое графана? Кто-то не видел. Ползала. А это на самом деле, на мой взгляд, лучший на сегодня open-source инструмент для отображения графиков. Ну вы сейчас увидите, он довольно красивый. И для того, чтобы сделать вот это все, мы на самом деле за вас все уже сделали. Нужно просто взять готовое решение и просто поднять его и радоваться жизни. Решение выложено на гитхабе и в конце вот на слайде уже он только что висел, там ссылочки приведены. Значит оно называется селеноид графана экземпл. Для того, чтобы отсылать метрики, мне сейчас потребуется вторая машинка, поэтому я сейчас ее просто подниму точно так же в DigitalOcean. Берем точно так же машинку с докером. Чуть побольше мы ее поднимем, потому что там будет побольше разных сервисов. И так же ее поднимем рядом во Франкфурте. Ну и назовем мы ее, соответственно, как? Назовем ее графана. Так, пока машинка поднимается, я вам расскажу о содержимом вот этого репозитория, в котором, собственно, уже вся эта задача решена. Он состоит из двух частей. То есть все основное, вся основная магия происходит в этом файле Docker Compose. Кто знает, что такое Docker Compose? Отлично. Docker Compose это инструмент, дополнительный инструмент для докера, фактически скрипт на питоне, который позволяет вам разворачивать множество контейнеров по вот такому вот описанию в виде YAML файла. Ну и вот здесь видно, что в этом файле у нас стартует несколько сервисов. Вот, например, InfluxDB, о которой я говорил, и графана. И для того, чтобы запустить, на самом деле в этом примере еще стартует сервис Telegraph, поскольку здесь предполагается, что все работает на одной машине. Но я вам сегодня покажу, как сделать, чтобы эти две вещи были распределенными. То есть Telegraph мы будем стартовать на машине с селеноидом. Вот видите, мы стартанем два сервиса на второй виртуалке и новый сервис Telegraph на той виртуалке, с которой я работал в первой части. Так, ну и давайте посмотрим, как теперь все это сделать. Вот у нас поднялась новая виртуалочка с графаной. Мы на нее заходим. Так, заходим на нее. Здесь у нас уже есть Docker Compose. Минус-минус, вершин. Ой, вершин он. Вершин. А, но он и так умеет. Вершин. И, соответственно, здесь у нас уже есть гид. И мы просто берем и клонируем тот самый репозиторий с примером. Давайте я его возьму, склонирую. Так, гид клон, да? Захожу в него. И здесь нам потребуется отредактировать всего один файл, Docker Compose, вот этот, для того, чтобы убрать лишний сервис Telegraph, который в этом примере… Так, что-то зависло. Который в этом примере у нас присутствует. Мы его удаляем. Вот. И дальше мы делаем… Ну, нам нужно просто взять и одной командой стартануть, собственно, графану influxdb. Какая команда? Кто мне скажет? Docker Compose up. Минус D. Compose. Up. И минус D, чтобы логи у нас списались не в stdout, а чтобы можно было их позже посмотреть. Detached. Ну и дальше Docker Compose делает всю работу за нас. Стартует, собственно, скачивает контейнер с influxdb. Точно так же с Docker Hub. Сейчас он скачает контейнер графаны. Кстати говоря, вот буквально пару дней назад была первая, первая, по-моему, в мире конференция по вот этой самой графане. И там выложили новый релиз графаны 5.0. Прямо сейчас вот, скорее всего, он у нас и откроется здесь. Так, скачиваем графану. Графаны, кстати говоря, тоже backend написан на go. Вообще go сейчас это прямо такой же хайповый язык, как и JavaScript в мире фронт-энда. В общем, все пишут на go. Если хотите быть модным, пишите на go. Так. И теперь все это дело у нас стартуется. И после того, как это все отработало, по идее, у нас должно быть два работающих сервиса. Вот они. Сервис графаны, вот он, который слушает на порту 3000. И сервис influxdb, который слушает на порту 8086. В принципе, после этого действия мы можем уже зайти и посмотреть на графану, в которой пока нет никаких данных. Вот я копирую IP-адрес. Значит, захожу 3000. А, я должен, как и в прошлый раз, открыть порт фаерволя. Сейчас. UF, allow 3000 и 8086. Так. Вот теперь должно открыться у нас. Во. Что-то пошло. Сейчас. Во. Графана. Ну вот так она выглядит. Довольно такое все модненькое, черненькое. Идти здесь нам не хватает на самом деле чего? Нам не хватает готовых графиков, которые будут отображаться. Для того, чтобы получились здесь графики, нам нужно сделать две вещи. Первое. Нам нужно послать туда данные, что мы сделаем после этого. И второе. Нам нужно, собственно, понять, какие данные мы хотим отображать. И вот графана, она работает так называемыми дэшбордами. То есть это набор разных графиков. И мы просто взяли и сделали для вас готовый дэшборд, которым показываются основные метрики этого самого селеноида, которые важны при работе с ним. Здесь вот есть в репозитории прямо ссылка на сайт графана.com, где мы выложили эту конфигурацию. И для того, чтобы нам работать с этим дэшбордом, нам нужно просто скопировать вот этот числовой идентификатор, зайти в нашу установленную графану и здесь его заимпортировать. Так, а давайте я вокруг нее сделаю. Заимпортировать. Импорт происходит просто вставкой этого числового значения. Так, выбором источника данных InfluxDB и нажатием кнопки импорт. Собственно, вот все. У нас есть готовый дэшборд, но теперь нам не хватает в нем, нету данных. Последнее, что нам осталось сделать, это начать туда теперь загружать, собственно, данные с запущенного селеноида. И теперь давайте сделаем это. Так, что нам нужно для этого сделать? Для этого нам нужно склонировать тот же самый репозиторий на машинку с селеноидом. Вот она у нас. Git clone. Здесь, соответственно, нам нужно сделать два изменения. Селеноид, графан, экземпл. Здесь нам нужно сделать два изменения. Во-первых, зайти в Docker Compose и удалить те сервисы, которые мы запустили на удаленной машине. То есть графану и InfluxDB. Вот. И у нас остается всего один сервис. И второе изменение, которое нам нужно сделать, нам нужно указать настоящий хост, куда будут управляться данные. То есть где находится база. И база у нас находится вот на этом IP-адресе. Вот так. Ну и дальше стартуем точно так же этот самый сервис Telegraph. Кстати, я про него не рассказал. Сервис Telegraph. Сейчас еще раз покажу картинку. Сервис Telegraph. Вот он. Мы его сейчас будем стартовать. Он написан как InfluxDB компании InfluxData и служит для одной единственной цели. Он умеет забирать данные из разных источников и отправлять их в разные источники. То есть он такой плагинизируемый небольшой такой исполняемый файл, который, например, в случае селеноида забирает данные по HTTP JSON и отправляет в InfluxDB. Так. И, собственно, что мы теперь делаем? Мы делаем то же самое, что и на той машине. Docker Compose. App-D. Скачивается Telegraph. И запускается. Так, так, так. И теперь у нас здесь работает, собственно, три контейнера. У нас есть Selenoid UI, есть Selenoid и Telegraph. И, по идее, мы посмотрим логи Telegraph. Давайте. Telegraph. Вот он запустился. И, по идее, если мы теперь начнем запускать какие-то сессии, ну, давайте здесь порефрешим. По идее, уже должны быть какие-то данные в графиках. Сейчас. Тут не очень быстрая виртуалка, видимо. Долго рефрешится. Вот, у нас пошли уже какие-то, начали появляться какие-то цифры. Сейчас мы, сейчас я покажу, что здесь за данные вообще в этом готовом дешборде есть. Во-первых, есть полное потребление контейнеров вот в том инстансе Selenoid, который, с которого мы шлем данные. Далее, потребление браузеров по квотам. Самое главное, load average за одну минуту, LA1. Кто, кстати, знает, что такое load average? Поднимите руку. Так, три человека. Ну, load average — это количество процессов, это метрика, используемая системными администраторами для того, чтобы понять, насколько загружен ваш сервер. И, ну, это метрика, связанная с загруженностью центрального процессора. Далее, потребление процессоров в процентах. Вот здесь, видите, зеленые уже пошли данные. Потребление памяти и общее количество контейнеров, которые ожидают в очередях. То есть, по идее, вот этот последний график, он должен в нормальном случае у вас всегда оставаться в нуле. Значит, что вам браузеров хватает. И теперь давайте попробуем позапускать тесты пару раз на Selenoid и убедиться, что здесь появилась, ну, меняется информация о количестве запускаемых контейнеров. Давайте я просто займусь. Сейчас мы поправим. Давайте сделаем так. В идейке есть специальная фича, которая позволяет запускать один и тот же тест много раз. Я вот его прямо поставлю вот так пять раз запускаться. И запущу. Вот. Ну, вот здесь мы сейчас, по идее, должны увидеть, что у нас появляются сессии. А в графа они бы должны увидеть, что начинают стартовать, собственно, контейнеры. Вот эти графики, они должны тоже начать меняться. Ну, вот у нас сессия начинает подниматься. В Firefox. Вот один тест уже закончился. Сейчас еще будет несколько тестов. И по идее сейчас в графа они мы увидим, я надеюсь, если все хорошо, что у нас, вот видите, уже начало расти, начал расти ладаврич, начало расти потребление процессора, то есть, ну, видно, что мы начали записать какие-то тесты. Ну, я надеюсь, что у нас сейчас придет и метрика контейнеров. Так, смотрим. Ну, тестики, кстати говоря, почему-то падают некоторые. Это странно. Так. Квота, браузер. Сейчас давайте еще раз порефрешим. Так, загружаемся. Так, где-то я что-то забыл. Сейчас мы посмотрим быстренько. Vim, Telegraph. Короче, я где-то что-то забыл, но не суть. Давайте, чтобы показать вам больше фич, я покажу. То есть, единственное, что у нас сейчас не получилось, у нас не получилось потребление контейнеров, собственно, записать. Ну, в перерыве я могу еще раз это попробовать сделать и показать, что все это действительно на самом деле работает. Это какие-то сетевые вещи. Нужно просто правильно нацелиться на силеное. Давайте перейдем ко второй части. Так, а сколько у нас, кстати, времени осталось? Еще? Есть, да, еще время? Отлично. Отлично. Давайте теперь попробуем сделать вторую часть про отправку логов. Здесь у нас мы будем сооружать конструкцию вот такого вот вида. Есть селеноид. Рядом с селеноидом будет стоять демон файл бит. Кто, кстати говоря, знает, что такое ELK-стэк вообще? Поднимите руку. А кто сам настраивал? Один человек. Два человека. Да. ELK-стэк – это довольно популярное open-source решение для хранения и обработки логов. Оно разрабатывается компанией Elastic и состоит из трех основных частей. Это, собственно, хранилище логов и API для быстрого их поиска под названием Elastic Search, написанное на Java. Это отдельно стоящий демон Logstash, служащий для обработки логов. И это кибана, это мордочка вот наподобие графаны для того, чтобы смотреть, какие логи у нас были загружены. И для отправки логов в этот самый ELK-стэк мы будем использовать достаточно свежую вещь под названием FileBit. FileBit – это также отдельно стоящее приложение на Go, которое позволяет собирать… Оно входит в набор инструментов Bits от той же самой компании Elastic и позволяет автоматически собирать логи и отправлять их в нужные места. Поэтому давайте для того, чтобы у нас это все завелось, мы поднимем еще одну виртуалку на DigitalOcean. Точно так же с Docker. Такую вот побольше во Франкфурте. Добавим SSH-ключик и назовем это все дело ELK. и ELK. Так, может быть у нас все-таки какие-то данные-то появились тут? Ладно. Так, пока все поднимается, я коротко покажу готовый репозиторий. То есть в случае ELK мы точно так же выложили в Open Source готовый Docker Compose файл, который позволяет вам поднять этот стэк. Есть такой вот репозиторий. Он называется ELK.config. Сейчас я его покажу. Вот он. И здесь у нас точно так же, как и в случае с графаной, есть два отдельных каталога, в каждом из которых содержится Docker Compose файлы. Вот на новую машину с Elasticsearch, Logstash и Kibana, мы будем использовать Docker Compose, который устанавливает, собственно, как здесь видно, Elasticsearch, Logstash и Kibana. То есть это просто готовый Docker Compose файл, который можно взять и использовать. Ну и для удобства все это дело ставится в кастомной Docker сети и данные хранятся в кастомном Docker volume. Кто знает про кастомные Docker volume? Ничего никто не знает. Ну это новая фича Docker, которая позволяет удобным способом хранить данные, не создавая, как это сказать, чтобы шарить эти данные между разными контейнерами. То есть здесь это удобно, оказывается. И для Elasticsearch, для этого стека важно еще показать конфиг Logstash. Вот демон Logstash на самом деле он работает следующим образом. Он принимает данные с разных источников, как-то их фильтрует и обрабатывает и в итоге выгружает в указанные вот в этом конфигурационном YAML файле какие-то приемники. В нашем случае файл выглядит вот так. В нашем случае мы будем принимать данные с сервиса Bits на порту 5044. Дальше мы будем обрабатывать все вот эти данные при помощи вот такого довольно громоздкого вида регулярных выражений. Но я их, наверное, составлял примерно неделю. Но я думаю, вы будете рады не делать это самостоятельно. И дальше, в конце концов, мы будем раскладывать эти данные в Elasticsearch. Вот в зависимости от того, с какого сервиса. Ну здесь на самом деле все конфигурации написаны для работы не только с селеноидом, но еще и вот есть у нас другой сервис, про который, я думаю, многие слышали, GoGridRouter. И для работы со всеми остальными логами браузеров. То есть он универсальный этот файл. И мы будем отправлять в Elasticsearch обработанные данные. И вот теперь давайте все это запустим, потому что виртуалка, я надеюсь, у нас уже стартанула. Вот она. Мы на нее заходим. Так, покрупнее, да? Покрупнее. Покрупнее. Мы на нее заходим. Точно таким же способом клонируем этот самый репозиторий. Elk.config. Заходим в него. Так. Заходим в папочку Elk. И, собственно, делаем, как всегда, Docker Compose Up-D. И происходит все, как обычно, скачивание самих контейнеров. Все за нас. То есть, в принципе, на самом деле, количество команд, которые я за два часа сегодня ввел, но оно довольно маленькое. Я не знаю, по пальцам рук можно пересчитать. Они все одинаковые. И пока у нас все скачивается, давайте не забудем, потому что я все время забываю открыть опять порты на той же самой машине. Так, нам потребуется порт 5044. Ctrl+. Мы открываем порты в Firewall. Ifu.fv. Low 5044. Так, дожидаемся, пока у нас скачается logstash. Вот эти контейнеры скачиваются подольше, потому что здесь у нас Java внутри. И тут уже нужно подождать. Я сегодня утром пробовал все это запускать. У меня оно еще выстрелилось по памяти. Я понял, что нужно побольше виртуалки брать. То есть это все-таки более тяжеловесное решение. Ну и поэтому, возможно, эти ребята и перешли на go в своих новых вещах. Так, вот у нас скачивается Kibana. Так, давай, давай, давай. И давайте пока все скачивается, я еще покажу вторую часть репозитория самого. Он состоит… Есть второй, собственно, второй каталог, который мы будем запускать уже на машине с селеноидом. Здесь точно так же у нас есть файл docker-compose.yaml. Очень простенький. И здесь у нас есть конфигурационный файл, файл бита. Вот про него немножко поподробнее. Чем удобен файл бит? Он может пригодиться для работы не только с селеноидом, а в принципе с любыми приложениями, запускаемыми в докере. Потому что его можно настроить таким образом, чтобы он отправлял автоматически, сам находил и отправлял логи любых докер-контейнеров, которые удовлетворяют какому-то условию. Ну вот в нашем случае мы говорим, что для всех контейнеров, которые не называются файл бит, ну то есть чтобы самого себя не отправлять логи, мы отправляем логи вот по такому вот адресу. И дальше он будет сам автоматически видеть, когда новые контейнеры с браузерами или с приложениями запускаются, и все логи туда засылать. Вот мы должны увидеть теперь, что у нас завелся на новой машинке этот самый стек Elasticsearch лог стэш Кибана. Давайте еще мы откроем порт 5601, чтобы мы могли на мордочку сходить. И откроем, собственно, Кибану. Мы просто идем в браузер, вставляем IP-адрес, записываем порт 5601. Так, давайте еще убедимся, что у нас стартанули остальные сервисы. ELK, Elasticsearch, должен уже работать. Yellow to green. Так, все, давайте теперь заходить на мордочку пытаться. У нас появляется после выполнения одной команды у нас появляется эта самая Кибана. Я надеюсь, она сейчас у нас загрузится. Вот она загрузилась. И понятно, что как и в случае с графаной, нам теперь нужно послать туда какие-то данные и потом их посмотреть. Единственную настройку, которую нужно сделать в Кибане, это указать, какие индексы, то есть какие коллекции с данными мы хотим из Elasticsearch, собственно, забирать. Ну, Elasticsearch, грубо говоря, как база данных такая. И для того, чтобы эти коллекции указать, нам нужно, чтобы они там вначале появились. Поэтому давайте для начала настроим отправку данных, позапускаем немножко тесты, и потом посмотрим в морде, что все данные у нас появились в LogStash, собственно. Поэтому мы быстренько идем на машинку с селеноидом. Селеноидом. Кланируем репозиторий с этим проектом. Так, еще разочек. Заходим туда. Заходим в папочку bits. Редактируем файл, собственно, для этого демона bits. И вот здесь нам нужно вместо хоста вот этого примера вставить IP-адрес нашей настоящей виртуалки. Давайте его вставим. Так, сейчас мы его возьмем отсюда. Вставим. И дальше запустим всю эту конструкцию точно так же через docker.compose.app-d. Вот скачивается этот самый bits. Он довольно маленький, потому что go. Запускается. Все, готово. И теперь у нас здесь должно работать несколько демонов на машине. Вот у нас есть новый demon bits. файл bit, который, давайте посмотрим, отправляет логи туда, куда нам нужно. Вот он написал, что я обнаружил, собственно, новые контейнеры, удовлетворяющие тем условиям, которые записаны, и начал отправлять логи, я надеюсь. Давайте. Давайте теперь сейчас я запущу какой-нибудь тест ради примера, например, в последнем хроме, да, и без видео. И по идее у нас должны палиться данные в Logstash. Так, вот у нас тут какие-то сессии сейчас должны создаваться. Да, вот создаются сессии здесь. И дальше мы можем пойти в Kibana, собственно, и увидеть, что у нас появились индексы, вот видите, с словом селеноид. И мы можем написать слово селеноид здесь. Сказать, что я хочу посмотреть на данные вот из этих индексов в Elasticsearch. Собственно, здесь все по умолчанию покликать. И теперь можно смотреть на логи, которые льются из селеноида прямо в Logstash. Вот, смотрите. И вот у нас прилетают данные. Здесь куча разных колонок. Мы можем оставить для удобства, например, только время, статус селеноида. Там, сейчас, что у нас еще тут есть интересного? И какие-нибудь данные. Так, end. Вот. Ну и вот мы видим, что, собственно, те логи, которые мы могли видеть… Так, давайте я покрупнее сделаю. Вот. Те логи, которые мы могли видеть в самом селеноиде, мы можем теперь точно таким же способом, только теперь уже разбитые по колонкам, всячески запросами опрашивать, сортировать, ну и так далее, как в любой нормальной базе данных. То есть они теперь разобраны и готовы к нашим услугам. Вот. Ну, наверное, на этом часть про ELK стек закончена. Давайте я посмотрю, планировал ли я что-либо еще. Что тут у нас еще было? Так, что-то у нас тут глючит. Сейчас. А вроде бы и все, да? Давайте теперь тогда вопросов оставим 15 минут на вопросы, потому что, ну, это довольно, конечно, такая более сложная штука. Я не знаю, насколько вот эта зашла, вторая часть. Она сложноватая. Там бы был вопрос. Нет, уже нету. Зашла, да? Ну ладно. Здравствуйте, спасибо за доклад. Подскажите, пожалуйста, более детальную настройку телеграфа для опрашивания селеноида и отправки сообщений. А, ну я могу конфиг показать. Было бы здорово. Я думаю, что, скорее всего, где-то я в районе вот этого конфига, где-то я ошибся, почему данные не пошли. Здесь конфиг на самом деле простой. Я вообще надеюсь, что мы в ближайшие там недели-две еще выпустим статью вот про это все. Ну, как обычно, на медиуме. Ну, мы будем вот эти примеры просто подробно еще текстом опишем, как, что мы делали, да? Вот то, что я сейчас вам показал, чтобы вы могли это повторить. Ну, давайте зайдем еще раз в репозиторий с графаной. Ой, с телеграфом. Вот. Конфиг телеграфа, он такой вот в виде инифайла. Видно вам? Здесь на самом деле все довольно просто. Здесь есть всякие метрики, параметры, которые мы никогда не трогали. Тут какие-то вот batch sizes и что-то там, я даже не знаю. Это надо читать документацию. Самое интересное здесь – это две вещи. Куда отправлять данные? То есть примерно как в Logstash. Куда отправлять данные? И откуда их брать? И вот в случае селеноида мы используем готовый плагин. Он называется inputs.http.json. То есть это значит, что данные мы получаем по протоколу HTTP, и они должны быть в каком-то JSON, неважно в каком. И дальше он их разбирает просто по ключам и складывает в метрики. И самое важное здесь – это вот, собственно, какие сервера, откуда скачивать эти самые метрики. Я подозреваю, что сейчас у нас не получилось, потому что localhost не localhost. Можно даже посмотреть. Скорее всего, где-то я что-то не подсмотрел. Сейчас посмотрим. Телеграф. Да нет, вроде все правильно. Не знаю. Можно попробовать в перерыве еще раз, почему не завелось. Так, еще вопросы? Спасибо, Ваня, за накладку. В целом, вот этот вот мониторинг перформанса и логов, да, в чем он вообще помогает? То есть ты там рассказывал, у вас инфраструктура просто невероятных размеров. И даже чтобы обработать всю эту информацию, как-то отфильтрованную там за счет Elasticsearch, нужно потратить всю ему времени. Да, ну, например, какое применение вот централизованного сбора логов? Зачем это вообще нужно? Ну, во-первых, можно сделать сервис, в котором сами там команды тестирования могут смотреть, что же у них там в Selenium упало, сами логи Selenium. Потому что когда Selenium становится много, когда таких машинок там не одна, а их там сто или даже тысяча, то ходить на каждую машинку, выяснять, или когда все это забалансировано еще за каким-нибудь GoGrid роутером, забалансировщиком, намного удобнее сходить в одно место, ввести ID-сессии и посмотреть все, что связано с этой сессией, чем искать вначале какая машинка, где все выполнялось, идти туда, смотреть логи. Ну, это, в общем, везде так. Централизованная сборка логов, она нужна в основном для этого, чтобы с большого кластера можно было все логи смотреть в одном месте. А метрики, ну, просто потому что хочется всегда видеть потребление, общее потребление браузеров. Если у нас их 2000, мы хотим быть уверены, что их 2000 там и доступно, что там ничего не ушло, например. Я понял, спасибо. И второй вопрос по поводу графана. Я не совсем до конца понял. То есть мы смотрели статистику по одному Selenium? Там можно много добавлять. А, то есть в целом на один дашборд сразу можно вывести… Да, много. И вот мы с ребятами два дня назад делали, собственно, был воркшоп, и с ребятами делали ровно это. И прямо на одну виртуальную машину люди отправляли метрики, каждый со своей машинки, и там их вот рядом можно было много наблюдать. Ну, к сожалению, сейчас не получилось. Если кому-то прямо очень интересно, можем сесть еще раз попробовать это сделать прямо вместе с вами. Хорошо. Спасибо. Отличный доклад, спасибо. Вопрос по графане. Статистику по тестам. О, заработало. Статистику по тестам можно настроить в конфиг файле телеграфа? Или как? Статистику? Ну, настроить, чтобы знать, какое количество тестов выполнилось. Какое количество тестов выполнилось? Мне кажется, что эта задача должна делаться на стороне запускалки тестов, там CI или чего-то. Ну, это же статистика обычно пишется, там в Runner или где-то в Mavine, там я не знаю, чем вы запускаете. Я не совсем понимаю. Для того, чтобы построить графики в графане. Ну, у стереноида вообще есть счетчик. У нее есть на самом деле еще вторая ручка. Покажу сейчас ее. Она называется ping. Можно таким же способом примерно вытащить и из нее какие-то данные. Вот у нас есть, например, localhost 4.4.4, ping. И здесь есть вот такая вот штука, называется numrequests. Но это на самом деле не количество тестов, это количество запросов. HTTP запросов. То есть в одном тесте может же быть сессии много разных запросов. Поэтому это, возможно, не совсем то, что вы хотите. Это скорее как бы не совсем специфично для Selenium. Это просто HTTP. Спасибо. Второй вопрос. Умеет ли Selenoid запускать несколько контейнеров параллельно с одним браузером? Конечно. Он запускал… Ну, я запускал все время один вам, потому что… Не знаю почему. Но на самом деле он может запускать столько контейнеров, сколько влезает на железку. Ну, или на ваш ноутбук. То есть вы можете параллельно запустить тесты. Но параллелизацию, естественно, вы делаете с тестами. Там в Java это можно делать многопоточностью. Там в Node.js это делается, кажется, воркерами, если я правильно знаю. Там и в Python тоже в основном. То есть это зависит уже от языка программирования, как вы параллелите, но выполнительно, естественно, выполняет многопоточность, насколько влезет. У нас есть сервера, где на одном сервере можно 100 контейнеров параллельно выполнить. Нормально. Работает. Спасибо. Так что да, вот данные все-таки пришли на самом деле просто с задержкой. Вот это был запуск системы, а вот это мы уже гоняли, собственно, тесты. И вот видно, запускали здесь контейнеры. А, про балансировщик? Да, кто знает, что такое GoGridRouter? Так, 10 человек. Ну, на самом деле, Serenoid это не единственное, чем мы занимаемся. Serenoid это как бы одна исполняемая нода, которая запускается на одном сервере. Для того, чтобы запустить кластер селениума на большом количестве серверов, мы сделали решение под названием GoGridRouter. Я просто покажу картинку, которая наглядно показывает, как он примерно работает. То есть у вас есть тест, который ходит теперь не в отдельные селеноиды, у вас их, например, здесь три, а он ходит в некий балансировщик, который точно так же работает с селениумными тестами и распределяет ваши сессии на машинке в зависимости от того, что просит пользователь. То есть это может быть и Windows, может быть и селеноид, может быть что угодно там, стоять. Вот. Ну и вот такой балансировщик. У нас есть статьи на Medium, в которых мы рассказываем вообще, как это все работает, зачем это нужно, ну и так далее. Все на Medium, все вот на сайте aerocube.com, там прямо ссылочки приведены. А, ну и давайте еще раз я вывешу последнюю страницу. Может кто-то сфоткал, чтобы. Если у вас возникнут любые вопросы по этим продуктам, у нас действительно есть работающий канал поддержки. Там сидело сегодня утром приблизительно 300 человек, ну, 290 примерно так. Ну, я надеюсь, что сегодня их станет еще побольше немножко. Приходите, консультируем, как вам удобнее на русском, на английском, в общем, как хотите. И там довольно такая уже интернациональная публика сидит. Там и из Индии ребята есть, заходят там и из Штатов, и в общем разные, и откуда-то там из Латинской Америки. Так что, ну, потихонечку развивается все это. Кто стесняется писать в Telegram, пишите, можете мне лично на почту писать. Вот. Ну, у нас есть Twitter, мы там пишем в основном, немного, мы там в основном пишем, когда всякие релизы выходят, там, когда в каких-то конференциях участвуем или в статьях, то есть если вы подпишетесь, то сильно мы вас спамить не будем, там, не 10 сообщений в день. Одно, например, в неделю, там, вот так. Вот. Ну, примерно так. Еще вопросы? Все? О, еще какой-то последний. Давайте. Рано, рано, рано. Скажите, а для каждого селеноида надо поднимать, получается, рядом все время какой-то сервис для его логирования. Тот же же телеграф и файл бит, да? Ну, да. Для каждого инстанца свой файл бит, свой телеграф. Да, да, да. Ну, они легенькие. Они не должны... Не будут напрягать железку стримами? Они легенькие. Сами по себе серверсы гошные, они очень легенькие. Они мало потребляют памяти, скорее всего, не это самое, вы не заметите. Хорошо. Спасибо. Вот еще вопрос. Спасибо за заклад. Вопрос. Вот селеноида логи были в Kibane, а с самих браузеров... Будут тоже. Давайте, может быть, они там уже есть. Это нужно еще что-то? Нет, все уже настроено. Давайте попробуем сделать. Смотрите, здесь у нас есть... Нам нужно просто добавить еще один индекс. Вот здесь, там. Точно так же, как я делал create-index-pattern. Здесь вот пишем browsers. Nextstep. По идее, тут должны быть логи. Сейчас мы их увидим. И в Kibane можно переключаться между вот этими разными индексами, чтобы данные в разных местах лежали. Вот здесь вот. Можно переключиться на browsers. И тут мы сейчас увидим... Чего мы тут... А, ну мы сейчас я удалю здесь колоночки. Тут надо как-то сбросить. Вот, давайте напишем. Месяч, например, добавим сюда. А вот эти удалим. Ну вот, собственно, побежали тут логи браузеров. Ну это логи драйверов. То есть такие же, как вы можете видеть в окнах, в окне самого селеноида. Их можно точно так же смотреть и здесь. То есть вот это... Ну здесь по времени можно отсортировать в обратную сторону. Вы видите, что здесь по возрастанию. Вот эти записи, они были позже, чем вот эти. То есть это все... Ну это все делается. Поэтому у логи браузеров все в том репозитории, в опенсорсном, он совершенно все есть. Прямо готовое из коробки работающие решения. Так. Все, наверное, сворачиваемся, да, тогда. Давайте вы сейчас первые займете столики на обед. Спасибо. Спасибо.